Привет, друзья мои, я Олеся Медведева. В этом видео речь пойдет о переговорах, о которых мы с вами, скорее всего, не знаем, но видим периодически их результаты. К примеру, зерновая сделка или же масштабный обмен пленными. Напомню, что примерно с апреля и украинская и российская сторона официально заявляют о том, что говорить не о чем и переговоры в публичной плоскости не идут. Но это, конечно же, не означает, что они не идут вообще. Также в связи с обменом, прошу заметить, всплыла фамилия одного очень известного в России человека, Романа Абрамовича, который, как подтвердили украинские власти, принимал участие в переговорах. Наш источник в европейских дипломатических кругах сообщил, что даже несмотря на проведенные референдумы и аннексию, которая состоится в ближайшую неделю, скорее всего, усилия же сторонников прекращения войны не затухают. Наоборот, активизируется на фоне угроз Москвы применить ядерное оружие. Характерное заявление по этому поводу совсем недавно сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая призвала мир серьезно относиться к ядерным угрозам Путина. Относиться к его словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф. Это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости. По данным наших источников, условная партия мира, назовем ее так, сейчас пытается добиться согласия всех сторон на заключение перемирия на нынешней линии фронта, чтобы закончить активные боевые действия и дальше уже приступить к процессу мирного урегулирования, а также нормализации отношений Российской Федерации и Запада. Кто-то считает, что это, несмотря на все жесткие заявления со всех сторон и ситуации СССР, возможно. На Западе наиболее влиятельные составляющие партии мира – это в первую очередь немецкие промышленники, которые очень недовольны ситуацией в энергетике и в целом разрывом экономических связей Европы с Российской Федерацией. Также значительная часть соратников канцлера Шольца, поправящей Социал-демократической партии. В России главные лоббисты прекращения войны, крупный бизнес, так называемые олигархи, империи которых рушатся под санкциями, и часть российских чиновников в правительстве и администрации президента Российской Федерации. Другой вопрос, что пока аргументы партии мира не воспринимаются властями ни в Украине, ни в России, ни в большинстве стран Запада. В первую очередь США. Найти хоть какие-то точки соприкосновения, через которые можно прийти к компромиссу, крайне трудно, но партия мира продолжает активную работу. Теперь ее главный аргумент – угроза ядерной войны, которая может перерасти в Третью мировую и уничтожение человеческой цивилизации. Партия мира убеждает, что сейчас нужно идти на любые компромиссы, чтобы предотвратить такой сценарий. После референдумов, правда, пространство компромиссов крайне сузилось, но как минимум договоренности о перемирии теоретически все еще возможны, на это и делается упор. И в этих процессах, как бы там ни казалось, роль Абрамовича важна. Почему? Поговорим об этом прямо сейчас. Роман Абрамович – это, безусловно, самый, наверное, известный российский олигарх. Я даже не могу посчитать, сколько анекдотов с его фамилией придумано. Появился он во времена правления первого президента России Бориса Ельцина. В СМИ его также связывали непосредственно с его семьей. После того, как Путин пришел к власти, Абрамович и с ним наладил отношения, сохранив и даже нарастив свой бизнес, при этом отрекшись от своего ранее довольно близкого соратника Бориса Березовского. После того, как тот ушел в жесткую оппозицию Путину. И с тех пор, да и в целом, Абрамович в России оставался достаточно влиятельным человеком. О его роли в контактах между Киевом и Москвой начали писать почти сразу. Когда стало известно о факте двухсторонних переговоров, которые происходят не только в публичной плоскости. По версии израильского издания, олигарх согласился посодействовать Украине в налаживании переговорного процесса с российским руководством, заручившись согласием на то самого президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну и понятное дело, как было сказано ранее, Абрамович с ним знаком лично. Пользуется его доверием, что, собственно говоря, подтвердила ситуация с Украиной. Абрамович продолжает принимать участие во всяких переговорных моментах. По всей видимости, на Романа Абрамовича вышли через украино-российского продюсера и режиссера Александра Роднянского. Он сейчас занимает достаточно жесткую позицию в отношении России, там у себя в социальных сетях активно пишет против России. А в интервью изданию «Холод» говорил об участии Абрамовича в переговорах, что это прям вот очень хорошо. По словам Роднянского, в первоначальный период украинская сторона была глубоко оскорблена действиями переговорщиков с российской стороны. И хотела задействовать бы в переговорах некую неофициальную фигуру, кому она могла бы хоть как-то доверять. Кого-то, кто может переводить с одного языка на другой. В этом смысле Абрамович оказался невероятно успешным переговорщиком. Не просто потому, что он талантлив по этой части, а потому, что у него очень сильно развита эмпатия. И эта эмпатия, главный для него мотив этим заниматься. Для него война – это очень сильное переживание, чего не скажут люди, не знающие его, говорил Роднянский. К мотивам участия Абрамовича в переговорном процессе мы с вами еще вернемся. А сейчас же поговорим о переговорной истории российского олигарха. Считается, что с момента старта вообще переговоров с Абрамовичем держали связь два представителя украинской делегации в этом переговорном процессе. Во-первых, это был Давид Арахамия, а во-вторых, Рустам Умеров. Сейчас он глава фонда госимущества, а в переговорную группу его взяли за близость с турецким руководством. Поскольку мы тоже знаем, что президент Турции Раджеп Эрдоган очень активно тоже принимает участие в разного рода переговорных процессах. И принимал участие в зерновой сделке, благодаря ему, можно так сказать, тоже она состоялась. Принимал участие и в обмене до сих пор командиры Азова, и не только находятся в Турции, это было условие России. Потом несколько раз турецкий президент говорил о том, что он будет продолжать прилагать всевозможные усилия для того, чтобы состоялись переговоры непосредственно между двумя президентами, Зеленским и Путиным. Он предлагал для этого Турцию. И в марте последняя встреча украинской и российской делегации тоже состоялась в Стамбуле. Абрамович, тем не менее, как утверждает «Таймс», не попал под американские санкции из-за того, что принимает активное участие в переговорном процессе. Есть мнение, что об этом Джо Байдена попросил лично Владимир Зеленский. Великобритания и Евросоюз, правда, ввели против него санкции, несмотря ни на что, и это тут является важным моментом тоже. Как бы то ни было, даже если Абрамовича это и расстроило, то он в процессе остался. Это стало понятно по его появлению во время переговоров по зерновой сделке в Турции, когда Киев, Москва при турецком посредничестве, а также посредничестве ООН договорилась, что из Украины будут вывозить зерно. И с России там снимут тоже определенные санкции по агропродукции. Журналисты, которые присутствовали на этой довольно сложной церемонии подписания, сразу отметили, что российский олигарх вот там присутствует. Причем в первых рядах среди других высокопоставленных лиц. Абрамовича также фотографировали непосредственно во время встречи лично с Эрдоганом. То есть, скорее всего, к этим договоренностям, к зерновой сделке он тоже приложил свою руку. Ну и, конечно, Абрамович не мог не попасть в фокус СМИ после самого масштабного с момента начала войны обмена пленными. Когда были освобождены иностранные граждане, и азовцы, и часть командиров, как мы помним, находится в Турции. Эта сделка была многосторонней. Вместе с Турцией на таком же уровне по обсредникам выступила и Саудовская Аравия, которая с Россией сблизилась в последнее время довольно сильно. На персональном уровне снова проявил себя Роман Абрамович. По утверждению Блумберга, Абрамович в конце августа встретился с наследным принцем Саудовской Аравии. Как пишет британский таблоид The Sun, Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении конкретно пяти граждан Великобритании, а, скорее всего, всех десяти легионеров, среди которых были также граждане США, Швеции, Хорватии и Марокко. Один из бывших британских военно-пленных, потом уже, когда прибыл на родину, рассказывал, что Абрамович их доставил своим частным самолетом. И вот теперь снова возвращаемся к вопросу мотивации российского олигарха, зачем он это вообще делает. Экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, называя экс-губернатора Чукотки эффективным переговорщиком, говорит, «Он создавал как бы ситуацию, при которой и сдержки России от войны с Украиной уменьшатся, и он не один такой среди тех, кто не публичен, есть разные люди, в том числе с деньгами». Об этом Венедиктов сказал в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь» 24 сентября. Также экс-главред «Эхо Москвы» комментирует Роман Аркадьевич и другие люди, скорее всего, из его окружения, считают то, что происходит в Украине большими издержками для России. Это почти цитата. «Больше издержками, чем бенефициями. Это же бизнесмены. Бизнес же считает далеко вперед. Потерь очень много». Он же не просто так англичан выменивал, и то правительство, что поместило его под санкции, сейчас благодаря ему вернуло пять своих граждан. И ему будет большое мерси, и он, конечно, хочет, чтобы его санкции были сняты или же ослаблены. Этого объяснения придерживается и другой наш высокопоставленный собеседник, который является близким к Давиду Рахамии. Мотивы Абрамовича человек переживает за себя, за свой бизнес, за все нажитое непосильным трудом, и тут, имеется в виду в Украине, и там, в России, и везде, и пытается как-то сберечь. Он пользуется случаем, что он знаком и тут, и там. Его специализация в том, что он может и тут, и там контактировать, то есть работает прежде всего как информационный канал. Что-то в глобальном плане, конечно, решить вряд ли. Начальники ничего не решат друг с другом никогда. Украинский политолог Вадим Карасев говорит в комментарии нашему изданию. Частные посредники, призванные для решения различных дел в условиях разорванной из-за войны прямой коммуникации, поддерживают хотя бы на минимуме переговорный ресурс. Очень многие бизнес-группы хотят сохранить, несмотря на войну, активы и нуждаются в посредничестве, стимулируя или инициируя его. Речь идет о защите очень больших денег, которым угрожает война прямо или косвенно. У стран-посредников задачи посерьезнее. Война в сравнительно небольшом театре военных действий, однако в условиях пока еще держащейся глобализации влияет, как оказалось, на весь мир. Потери несут очень многие, хотя их прямо война не затрагивает. Фактор усиления престижа страны, веса в международных делах, конечно, тоже нужно учитывать, поэтому мы видим такой конгломерат посредников, продвигающих малые и большие сделки, о которых, возможно, мы никогда и не узнаем. Абрамович же в силу обстоятельств вышел на свет и стал олицетворением этой закулисной работы. Источник в российских бизнес-кругах говорит о том, что у многих российских олигархов присутствует желание как можно скорее закончить войну. Но Путин к ним мало прислушивается, точнее вообще не прислушивается. И референдум он провел специально для того, чтобы показать всем назад дороги нет. Завоеванное после 24 февраля Россия отдавать не будет. Абрамович ему нужен как неофициальный коммуникатор с Киевом, Западом и другими странами для решения разного рода вопросов, как, например, обмен Медведчука. Ну и в перспективе, если Киев и Запад пойдут на какие-то уступки и для заключения мирного соглашения. Но на уступки пока никто идти не хочет, а потому в Кремле и поднимают ставки. Проблема еще в том, что для Путина эта война не только с Украиной, но и борьба за новый миропорядок. Ему нужно, чтобы США с ним вступили в переговоры и договорились об этом новом миропорядке и роли в нем России. Не случайно в Москве часто вспоминают переговоры Америки и СССР, которыми закончился в 1962 году Карибский кризис. Мир отошел от грани ядерной войны, но тогда США и Советский Союз воспринимались как равновеликие сверхдержавы, и потому была готовность говорить на равных и приходить к компромиссам. А сейчас повторить этот опыт для Вашингтона означает фактически признать, что Россия равновеликая Америке держава и может диктовать свои правила, что обрушит весь созданный после 1991 года миропорядок. Потому компромиссы сейчас просматриваются с трудом, а ставки все выше. Вот такая информация для Вашего размышления, друзья мои. На этом у меня пока все, но мы с Вами прощаемся ненадолго. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе «Это страна Ю» и ясно-понятно в Телеграме наш канал «Политика страны». До скорых встреч, пока! Продолжение следует...